В том виде, в котором существуют сейчас закупки, очень сразу прибавить искусственный интеллект. Почему? Потому что добавлять искусственный интеллект можно тогда, когда есть некая платформа. Добавлять искусственный интеллект к бумажным файлам или просто к файлам, которые разрознены или просто даже суммированы, но неправильным образом тоже бессмысленно. Поэтому, конечно же, вопрос качества повышения эффективности закупок, он как бы с одной стороны вечный, и этим надо заниматься. С другой стороны, очевидно, что нужно решать это совершенно другим технологическим укладом. Решать закупки вопросом старым технологическим укладом, коллеги, невозможно. Это очень невысокая эффективность, и это делать бессмысленно. Мы находимся на пороге совершенно новой технологической революции. Можно верить в блокчейн или не верить в блокчейн. И здесь фундаментальная вещь, что новые технологические возможности дают совершенно уникальную возможность для повышения эффективности закупок. Конечно же, мы как одни из лидеров продвижения блокчейна в стране, мы сейчас реализуем 10 проектов по блокчейну в различных направлениях и в различных регионах. Я хочу сказать, что у нас сейчас в трех регионах ведет реализация по блокчейну. Это Новгород, Калининград и Чечня. Кроме прочего, мы активно реализуем проект с Росреестром, связанный с регистрацией имущественных сделок на блокчейне в городе Москва. Достаточно, наверное, самый крупнейший проект по блокчейну в мире сейчас. Мы видим, что эта технология работает достаточно хорошо. Я вот благодарен и счетной палате, который выступил инициатором, и благодарен ФАСу за активную поддержку того пилотного проекта, который мы сейчас разрабатываем для госзакупок. Уже очевидно, что да, есть вопросы, потому что технология, может быть, немножко сыровата, но уже видно, как ее реализовать. И если использовать правильные платформенные решения, к примеру, B2B, используя при этом блокчейн, в принципе, очевидно, что проблема решается. Конечно же, я вас уверяю, что решить технологическую задачу мы сможем еще полгода, и мы ее решим. Проблема немножко будет другая. Проблема будет в регуляторике. Потому что затем придется менять регуляторику. И вот с регуляторикой у нас намного все сложнее. И наш опыт пилотных проектов показывает, что мы технологию делаем за два месяца, а регуляторику меняем год-полтора в лучшем случае. Но что важно? Важно в этом направлении двигаться. Пилотный проект мы подготовили. Еще раз спасибо коллегам за активное участие. Я думаю, что мы готовы выступить таким лидером в части технологии, в части организационного направления. И считаю, что и только новые технологические решения смогут фундаментально решить вопрос эффективности и качества закупок. Остальные все решения, конечно, надо тоже принимать. Потому что никто не отменяет принцип ЛИНа, постоянного совершенствования. Но принцип ЛИНа никогда не формирует фундаментальных изменений в технологическом укладе. А у нас наступило изменение, именно необходимость изменения технологического уклада. Поэтому, да, мы верим в технологию, и не только, кстати, в закупках, но и мы верим в технологию, к примеру, блокчейн, в регистрации имущества. Мы верим в эту технологию во многих других аспектах, к примеру, с лекарствами. Мы только в Новгородской области его пробировали. Оказалось, что все вопросы, касающиеся льготных лекарств, решаются очень четко, быстро и ясно именно с использованием технологии блокчейн. Я думаю, еще огромное количество отношений между государством, между людьми, между компаниями сможет решать технология. Но сегодня тема нашего выступления – это именно закупки. Поэтому я еще раз хочу сказать, что пилот мы реализовали. Еще раз спасибо огромное коллегам и за инициативу, и за активное участие. И за те, может быть, сейчас моменты, которые они высказывают, где надо добавить технологии, где изменить, мы, конечно же, рады это вместе реализовывать. И хочу сказать, что, наверное, очень важно в этом смысле создать такое правильное направление, правильный росток. И фундаментальной будет следующая задача после технологии – менять уже регуляторику. Заканчивая свое выступление, еще раз хотел бы призвать к тому, что решать вопрос эффективности закупок можно только используя новые технологии. Спасибо большое. Спасибо.